Сейчас в Ожской области разгар поливного сезона. В связи с этим вода из Папанского водохранилища выдается в достаточном объеме. На сегодня здесь накоплено 207 миллионов кубических метров воды. Работники сообщили, что ежедневно для орошения выдается до 59 кубических метров воды. На сегодняшний день мы подаем воду в зависимости от заявок фермеров. Сейчас у нас есть возможность отпускать больше воды, но если это необходимо дыхканам, так как в водохранилище накоплен приличный объем воды. Кроме этого, мы выполнили все подготовительные работы к сезону орошения. Вода из Папанского водохранилища орошает 39,5 тысяч гектаров земли, то есть обеспечивает поливом Араванские и Карасуйские районы, а также 9 тысяч гектаров земли соседнего Узбекистана. Кроме этого, объекты обеспечивают чистой питьевой водой население города Ож. По словам директора водохранилища, в прошлом году сток воды был низким и составлял всего 47 миллионов кубических метров воды. В прошлом году была засуха, поэтому воды было мало. Соответственно, у нас были сложности с обеспечением фермеров водой. Это послужило нам большим уроком и к этому году мы подготовились тщательно. Плюс много воды поступило из-за дождливой погоды. Сейчас накоплено на 160 миллионов кубических метров воды больше, чем в предыдущем году. В летний период вода подается в максимальном объеме. Крупное водохранилище нашей страны – вода поступает из реки Ахбура. К сожалению, не первый год имеются проблемы с сохранением чистоты вокруг водохранилища. Люди, которые приезжают сюда на отдых или просто проезжают мимо, часто оставляют после себя мусор. Все это убирают сотрудники водохранилища. Бороться с мусором решили кардинальным методом. Люди, которые приезжают на отдых к данному водоему, оставляют за собой мусор. Но из-за того, что это место считается стратегическим объектом, мы начали работу по ограждению территории. За этот год мы оградили уже 600 метров. Также мы установили соответствующие знаки и ведем разъяснительную работу для тех, кто приезжает сюда. Напомним, что общий объем папанского водохранилища, составляет 260 миллионов кубометров, а общая площадь – 810 гектаров. В настоящее время, наряду с накоплением воды, здесь ведется ее бесперебойная подача потребителям.